Девушки отдыхают Комментатор спортивных игр «Брикс» Владимир Иваницкий стал участником скандала по ходу трансляции соревнований по самбо. Во время выступления российского спортсмена Кирилла Князькова он назвал его представителем русов, отметив его генетику, цвет волос и предложил девушкам взять парня на заметку, недвусмысленно намекнув на сохранение чистоты нации. Ну а шмарами Иваницкий, видимо, назвал тех девушек, которые могут испортить генетику потомства. В принципе, можно было уже не сдерживаться и зиговать. В общем, доденоцифицировались до того, что вышли на самих себя. У меня нос арийский. Чистый арийский нос, чтобы было понятно. И почти голубые глаза. Громкий скандал на российском телевидении. В прайм-тайм федерального канала пробралась всемирно известная кричалка про Владимира Путина, авторство украинских фанатов. Исполняли ее, правда, грузинские болельщики благодаря тому, что матч их сборной с командой Турции показывали по Матч ТВ. Вот эту самую песенку услышали зрители и в России. Канал очень оперативно отреагировал на настоящее ЧП и удалил злополучный фрагмент. Теперь в записи матча не хватает нескольких секунд. Журналист Илья Шиперин отметил, что это первый случай, когда на российском телевидении вырезают момент, связанный с упоминанием российского президента. Вот такая крамола. Сборной России, к слову, на чемпионате действительно нет. В отличие от тех же команд Украины и Грузии. Национальная команда не была допущена к отбору из-за участия России в агрессии против Украины. Да и вообще, российские спортсмены почти везде заблокированы. На международных турнирах они присутствуют в считанном количестве видов спорта. Проблема решена кардинально. Свой международный турнир есть у нас дома. Речь, как вы догадываетесь, про игры Брикс, которые проходят сейчас в Казани. Многие события оттуда уже стали объектом для множества шуток. В частности, история российского синхрониста Александра Мальцева, который сначала победил одного единственного соперника из Таиланда и выиграл золотую медаль. А потом он победил еще раз на соревнованиях, где соперников не было вообще. Так же выглядят соотношения и успехов российской сборной с другими. Сейчас у хозяев больше 130 золотых медалей. Для сравнения у идущих вторыми в командном зачете белорусов 19. Вообще, оно и неудивительно, что российская сборная отрывается не только от белорусов, но и от десятка других стран. Просто большинство из них в Олимпийский год не стали отправлять на сомнительные игры своих лучших атлетов. А загадочно, например, заявленные участники западноевропейских стран, вроде Италии или Германии, на самом деле на играх не присутствуют вообще. Тем не менее, российские СМИ рассказывают о триумфе. Канал Матч ТВ, например, доволен стабильно лучше. Так они пишут, например, в своем телеграм-канале. О том, что происходит вообще с освещением российского спорта, насколько все это безумно и драматично, давайте поговорим с медиа-менеджером Дмитрием Навошей. Ну и вот главный вопрос первый, он о том, как действительно российские СМИ сейчас государственно, конечно, если можно так назвать, переживают вот этот самый чемпионат Европы. В чем для них ужас, в чем для них сложности? Как вы думаете, какие у них акценты расставлены заранее? Ну, какие-то их проблемные моменты мы начали видеть с первых дней. Да, мы видим, что и в России, и в Беларуси пропагандистские каналы испытывают сложности с тем, чтобы признать наличие сборной Украины на самом турнире. В России, может быть, это не носит такого кринжового характера на сегодня, как в Беларуси, когда даже в анонсах следующего дня наличие третьего матча с участием сборной Украины телеведущие просто не упоминают. Хотя Деларусь даже не находится в состоянии войны против Украины, тем не менее, проблема, чтобы произносить это слово, какая-то у пропагандистов существует. Но да, как мы видим, не только матчи украинской сборной являются проблемными. Видим мы все вот эти попытки тушить пожар в свете матча сборной Грузии. Казалось бы, Грузия, практически друзья Владимира Путина находятся во власти. А вот нет, люди, болельщики оценивают Путина немножко иначе и выражают свое отношение к нему в известной кричалке, придуманной когда-то харьковскими фанатами. И звучащий сейчас на Чемпионате Европы на самом деле далеко не только в устах фанатов постсоветских стран. Буквально на днях я писал в Твиттере о том, как видел, как шведские фанаты пели эту кричалку. Ну, конечно, их учили ей украинцы, но шведы подхватывали и пели ее с удовольствием. Особенно начиная с того момента, когда, ну, просто поняли ее смысл. Если вспоминать про историю, да, война идет уже третий год, но матч ТВ так все равно как-то существует, да. Они в основном показывают внутренние чемпионаты, но иногда приходится и немецкий какой-нибудь футбольный показывать, и другие, и Лигу чемпионов. То есть, я так понимаю, для них эта проблема уже существовала, когда надо было срочно что-то цензурировать? Это для них не в диковинку. Ну, смотрите, в целом у матч ТВ все в порядке. В России большое количество людей из самых разных классов получило большое количество денег на руки. Денег в том числе в связи с войной, в связи с ВПК или с выплатами, там, я не знаю, за сына, вот та самая белая лада и все такое. Не буду все это вспоминать. Вы знаете, это лучше гораздо меня. И, например, среди прочего, насколько я знаю, в России есть просто бум букмекерского бизнеса, потому что эти деньги сложнее тратить на поездки в Европу, эти деньги сложнее тратить на какие-то, может быть, товары. Ну, окей, большая часть из них доступна, доступны все-таки не все. А букмекеры переживают бум, это основные рекламатели матч ТВ, и, к сожалению, этого газпромовского канала все в порядке. Я удивлен, конечно, тому, что UEFA и FIFA продают, или там другие какие-то лиги международные продают им права на трансляции. Так, наверное, быть не должно. Они просто, ну, либо игнорируют уже принятые санкции, либо не видят связи между матч ТВ и Газпромом. Такое же происходит и в Беларуси, где права на трансляцию чемпионата Европы получил СТВ. Это тот самый канал «Домашняя озаренка». То есть буквально в перерывах между футболом человек выхрюкивает какие-то проклятия в адрес Запада, геев, демократов, либералов. Это все какие-то чудовищные оскорбления в его устах. И это просто перебивается европейским футболом. Это, конечно, вызывает, как вы говорите, на третий год войны удивление, но что поделать. А если говорить про какие-то неожиданные события, которые происходят на матчах вроде той самой кричалки, ну, вы знаете, я бы предположил, что и российское, и белорусское телевидение перейдут к практике иранского телевидения. Телевидение в Иране уже десятилетиями, ну, годами точно показывает спорт из Европы, особенно футбол, с задержкой в какое-то количество времени для того, чтобы какая-то крамола, какие-то там, не знаю, баннеры. В Европе находятся очень многие иранцев, которые были вынуждены уехать из страны. Иранцев, которые не разделяют режим Айатол, в смысле не разделяют его ценности, не поддерживают этот режим. И, не знаю, какие-то сигналы, в том числе через посещение спортивных событий, пытаются передавать на родину. И вот для того, чтобы вырезать эти сигналы, для того, чтобы не допускать крамолу внутрь Ирана, в Иране смотрят футбол, в частности, с задержкой. Это попахивает же абсурдом. Они способны на такое пойти, на такой иранско-северо-корейскому пути? Я считаю, что формулировку «способны ли они на такое пойти?» мы должны перестать применять в ситуации, когда мы говорим о российском или российской диктатуре, или о белорусской диктатуре. Мне кажется, что очень многое из того, что мы думали, на что они пойти не способны, уже начало сбываться. Поэтому в отношении всех других вещей мы просто должны убрать сомнения. Это вопрос времени, когда они на это пойдут. И вопрос того, как часто эта кричалка станет ли она действительно вирусной, станет ли она какой-то любимой кричалкой европейских фанатов. Если говорить о постсоветских странах, то это уже произошло. Мы это слышим на матчах, не знаю, эстонских. Болельщики Жальгереса в баскетбольной Евролиге скандируют это каждый матч. Несмотря на то, что даже страны, которые не очень-то употребляют русский язык, ну, в общем-то, присоединяются к этому уже практически новому такому фанатскому мему. Присоединяюсь к вам, Дмитрия, да, ни одну кричалку из тех, что я слышал на литовском стадионе, так дружно, как эту кричалку про Путина, не исполняли. Очень дружно, весело и всем стадионом. И слова знали все. А если говорить не только про чемпионат Европы, да, сейчас забавно и невероятным образом смотрится, что одновременно идут игры Брикс в Казани. И там же тоже абсурд, да, вот эта вот история знаменитая про асинхрониста, который в одиночку выступает, про вот этот медальный зачет, где у России медалей столько же, сколько у остальных сборных вместе взятых. Но это же тоже попахивает абсурдом, это довольно стыдно. То есть, насколько я знаю, даже в советское время, когда была Олимпиада 80, и на нее не приехали многие страны, ну, советский спорт не публиковал, например, график медалей, потому что это выглядело как-то стыдно и позорно. Здесь они понимают, насколько это стыдно выглядит, когда они все это показывают, когда они всем этим хвастаются, а информагентства это делают? Ну, опять же, стыдно. А во глазах кого, если люди хавают или если люди это принимают? Кто-то даже принимает без скепсиса, без иронии, без фиги в кармане. Не знаю, мне кажется, к сожалению, сейчас мы можем констатировать проблему не только с какой-то властью вверху, но и со способностью людей принимать всякую дичь в качестве нормы. Не знаю, такой же ли оптики, как мы с вами, смотрят на эти Интербрикс, не знаю, жители условной Пензы. Мне интересен ответ на этот вопрос, я бы сам хотел его узнать. То есть, думаете, есть значительное количество людей, которые смотрят, такие, Россия побеждает, респект, у нас медали больше, чем у всех остальных. Нет, сложно об этом судить. Я бы, конечно, предпочел, чтобы люди смотрели на это, воспринимали это как кринж, ровно в той же степени, как и мы с вами. Но боюсь, что такое может и не происходить. Я, как сказать, немножко снизил свою планку ожиданий от, в частности, российского общества после того, как оно научилось незамечать или толерировать очень многие другие дикие вещи. Они нам завидуют, я вам точно говорю, я знаю, что я говорю. Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются. Спасибо.